В сегодняшнее время такое, что беспокойство усиливается, углубляет. Усиливается, но глубина беспокойства достигает болезненных состояний. Это депрессия, это обиженные люди глубоко. Я немножко думал об этой категории людей, обиженные люди. Есть такая поговорка русская, что на обиженных людей возят воду. То есть какие-то нужны меры предпринимать, чтобы освободиться от обиды. И когда я обратил внимание на преступный мир, то это оказались все одерженные люди. Да, они ознобляются, идут против закона, они придут уважать иерархию Бога, старших, закон. Почему? Обидно. Видно, что-то услышали о себе или были обмануты жизнью. То есть они как бы жертвы, их можно понять и даже сочувствовать. Но вот они не справились в жизни. С этим чувством обиды. И вот теперь, как жить дальше? С обидой очень трудно достигать желаемого, потому что везде от нас ожидают позитива. Вы встречаетесь с нами. Какой-то радости с нами, должен быть интересны люди. Даже счастье мы ожидаем друг от друга. Особенно романские люди, когда мы создаем семью, воспитываем детей. Мы ожидаем именно это, что будет позитив, будет счастье, будет творчество, будет вдохновение, жить. А сталкиваемся, что мы обижены людьми. И мать обижена на отца, я помню. И отец тоже мы обижены на мать, и на свою мать. И я обижался на отца, и на сестру. Если так вот смотреть, то немалое место занимает этот стресс. И вот надо понять, что же это заявление? Это вызывает вот эту депрессию, это чувство несовершенства, вины друг друга. Мы обращаемся к ведам. И, конечно, этот момент очень хорошо разобран в ведической литературе. И философски, и нравственно, и с религиозной точки зрения, и с любой социальной точки зрения. Что же такое человек? Почему так тонко устроен? Почему так больно ему бывает в сердце? Почему так хрупкий человек? Наверное, любовь, и столько сейчас разбитых жизней, и столько обманутых надежд и людей. А там говорится, это одна сторона внешняя. Это есть, этот мир, он такой, он суровый. Знаете, материальная природа, это как закон. Вот он не прощает. Даже я наивно ошибся, не верю. А, читаю, вы знаете, вот я просто ребенок. Я помню, просто ребенок, я играю на что-то, беру спички, зажигаю, представлю, что-то очень интересное. А дом сгорает, суровый закон, как невинный ребенок. А природа вот так устроена. И по отношению к детям, по отношению к взрослым людям, вот есть ошибка, и есть реакция, и что делать с этим? А я же не знал. Или как моя бабушка говорила, а кто же знал? У меня было полтора класса образования. И когда что-то случалось, ну, какое-то несчастье в семье, какой-то стресс очередной, она всегда это говорила. Она говорила, в сердцах ее можно было понять. А кто же знал, мы же хотели как лучше, кто же знал? Вот это я очень хорошо помню, вот эту эмоцию. Кто же знал? Мы же не желали этого, но вот так получилось, как-то. Случайно? Нет, не случайно. Закон. Закон слов. Я помню, все-таки сыр с развалицами. Ой, сколько было обиженных людей на партию. 18 лет я бы не знал. Знаешь, сколько постановки? Миллионы, миллионы, миллионы людей. Это трагедия была общества. Не будем вдаваться в ту глубокую трагедию, но в то время было странное, тяжелое время. Можно было прямо на телевидении увидеть рекламу киллеров. Человек в маске, телефон, вам нужно заказать на убийство. Пожалуйста, официально звучать за телефон. По телевидению. Да, вот, 90-е годы. Бывший Советский Союз. И какая-то телеведущая в сердцах, там все обсуждается, скандалы и кругом обсуждается с каким-то партийным человеком, до чего же нас партия довела, обманула и против ЦК КПСС, вот так все разрушили страну. И вот вы же ответственны были, вы тоже вот эта партийца, один из важных ответственных людей. Вот вас в ответ уже призывает перед народом, скажете что. Просто к стенке поставили телекамеру. И он сказал бы фразу моей бабушке. А кто же сдал? Потрясающе. Полтора класса образования моей бабушки. Он ее повторил. Человек на высоком уровне, даже на самом прочем. А вот мы чего-то не знаем. И именно вот эти суровые законы напоминают нам, что мы чего-то не знаем. Что мы должны больше узнать о себе, об этом мире, о его устройстве, о жизни, о ее смысле. Потому что силу человеку дает, бережить все эти стрессы, все эти боли, все эти преграды, высший смысл, высший рецепт. Это устремление духа, как говорится. Могущество внутри человека. Он умеет прощать с этим человеком. Он умеет любить. Он не отвечает зло на зло. Посмотрите, он терпелив. Это говорится о великих людях. Субтитры создавал DimaTorzok